Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 25 главе книги пророка Исаии. 25 глава на самом деле продолжает самым непосредственным образом то, что пророк говорил в 24 предыдущей главе. Здесь тоже речь идет о дне посещения, дне, когда Бог посетит этот мир и воцарится на горе Сионе. Имеется таким образом в виду, что это будет день опустошения земли, день суда над нравственным обликом людей, и только немногие будут приветствовать воцарение Бога. И здесь, собственно, пророк помещает хвалебный гимн Богу вот именно за это посещение и воцарение, когда все оскверненное, все наполненное грехом на земле гибнет, и остаются только те, кто рады видеть Бога, если так вот попросту сказать. «Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, потому что Ты совершил дивное». И, скорее всего, конечно же, здесь помещен просто хвалебный гимн, который мог быть связан с какими-то неизвестными нам мотивами или событиями. Но вот сам пророк, вероятно, или, может быть, кто-то из его учеников, подвергавших этот текст окончательной редакторе, помещает здесь этот гимн «Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое». Собственно, ведь констатация факта. Ну да, конечно, Ты, Господи, Бог мой. И мы видим, как в библейской культуре, в первую очередь в библейской гимнографии, вообще в той традиции молитвы, диалога с Богом, которая до нас дошла в Священном Писании, вот эта констатация сама по себе вещь далеко не банальная, потому что она совершается с радостью, с благодарностью. Ты, Бог мой. Знаете, ну, Бог один, Он сотворил всех нас, и по-другому быть никак не могло. Но для жителей Ближнего Востока сотни лет до Рождества Христова, ну вот там, 700 с лишним, как в данном случае для Исаии Иерусалимского, видится это все по-другому, потому что вот тут чуть-чуть в сторону поклоняются Ваалу, который требует, чтобы ему приносили в жертву новорожденных детей, а в другую сторону поклоняются еще там какой-то Астарте, которые ожидают от поклонников чего-то совершенно непристойного, не то что там 18, 50 плюс, да, и это все люди знают. «И твоим Богом могла быть вот эта дрянь». Они отлично представляют себе, как это бывает. Они помнят, как они были в египетском рабстве, еще время от времени сюда припираются на эту землю в египетские фараоны, которых сменяют фараоны ассирийские, а ассирийцы тоже всем все запрещают, «Давайте там поклоняйтесь нашим божествам», а это, собственно, как бы все, что ассирийцы умеют, это строить храм своим вооруженным силам, которые у них все, Бог. И вот эта вот жестокость и волна все уничтожающая, да, как в прошлой главе. Поэтому, когда израильтянин, как Исаий Иерусалимский, говорит, «Боже, ты Бог мой», он радуется, ему есть чему радоваться, он понимает, что это великий дар Бога, что вот он, тот, который призвал Авраама, тот, который открылся Моисею, тот Бог, который сказал «Я, Господь, Бог твой», Бог, который призывает к миру, Бог, который говорит «Люби ближнего, как самого себя», хотя эти слова еще не широко известны в Израиле, но, тем не менее, они уже записаны, они уже зафиксированы. Наш Бог – это Бог, с которым рядом возможна жизнь, Бог, с которым возможен диалог, Бог, который может миловать, Бог, который другой, не такой, как вот эта вот вся вакханалия языческой дряни. Поэтому начало 25-й главы не просто констатация факта, а нечто гораздо большее. «Превознесу тебя, восхвалю имя твое, потому что ты совершил дивное». Что же такое дивное? А вот что, ты превратил город в груду камней. И что, за это вот, да, славить Бога, за то, что, можно сказать, столько народу трудилось, архитектурные шедевры, а Бог превратил это в город камней, потому будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Почему? Почему его будут бояться народы сильные и города страшных племен? Ну, имеется в виду, конечно, айссирийцы, ясное дело. Столкнувшись с тем, что Бог там превращает города в груду развалин. А вот, смотрите, четвертый стих. «Бы ты был убежищем бедного, убежищем нищего, в тесное для него время». Вот, оказывается, что, собственно, лежит в основе всего Исаиного пафоса. Ты, Бог, который дает убежище нищему, защиту от бури, тень от зноя, потому что гневное дыхание тиранов было подобно буре, говорит пророк. Действительно, вот все эти тираны, которые нападали на Иерусалим, то с одной, то с другой стороны, то с третьей, вот это все, «Их дыхание подобно буре огнедышащей». Подобно буре против стены. Против стены. Ты – стена нищего. Ты – стена бедного. Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака. И вот, на самом деле, я думаю, что, когда мы учимся думать о Боге, вместо разных философских изысканностей, довольно бессодержательных и не имеющих отношения к жизни, нам надо думать вот об этом, о том, что Бог – это тот, кто защита от бури для нищего, убежище для бедного, кто укращает буйство врагов. Вот это самое важное. Теперь вторая часть 25 главы, по-видимому, некоторое прозаическое добавление к этому гимну, которое говорит о том, а что, собственно, будет, когда Бог даст эту защиту нищему и убежище бедному, что будет происходить, когда Он укротит буйство врагов. И пророк пишет вот что. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, из чистых вин и так далее». Ну, во-первых, давайте обратим внимание на то, что эта трапеза будет для всех народов. Несколькими столетиями позже, во времена предновозаветные и во времена Господа нашего Иисуса Христа, большинство предпочитало не запоминать этот стих и вообще такого рода мыслей пророков. Как это так для всех народов? Мы народ богоносец. Вот, значит, для нас будет трапеза, а все остальные идут лесом. Понимаете, в этом смысле, конечно, пророки, вообще пророческая традиция, Исаия Иерусалимский в частности, идут совершенно наперекор таким вот массовым представлениям. Они настойчиво, где только это возможно, свидетельствуют, что Бог дает спасение для всех народов, для всех народов, не только для богоносца, не только для тех, кто гордятся какими-то своими реальными или умнивыми перед Богом заслугами. Ну и, как вы понимаете, для любого народа это очень важно и актуально сообразить. Теперь следующее в порядке перечисления, но, может быть, самое важное, это то, что пророк Исаия видит царство Бога, видит торжество Бога, победу Бога и убежище бедного, которое Бог созидает, воцарение Бога, посещение Бога, все то, что мы привыкли называть Царством Божиим, видит, как вот такую вот трапезу, которая объединяет всех людей, трапезу из тучных яств и самых чистых вин, самого прекрасного, что только может быть на трапезе, ну, по крайней мере, в глазах той эпохи, той традиции, Господь Саваоф сделает для всех народов на этой горе трапезу. И это тоже образ, который станет нормативным к новозаветным временам и даже, в общем, за некоторое время до Господа нашего Иисуса Христа, нормативным станет этот образ трапезы, за которой Бог собирает принадлежащих ему людей из всех народов. Но, в первую очередь, конечно, имеется в виду остаток Израиля, о котором шла речь в предыдущей главе, те самые бедные и нищие, которых защищает Бог. И дальше пророк говорит о том, что вот Бог соберет всех за трапезой и уничтожит покрывало, покрывающее все народы, лежащие на всех племенах. Вот что-то такое пророк видит, пытается передать, какую-то такую пелену мрака, пелену, которая скрывает все эти народы перед взглядом Бога, но это-то, может быть, и не так важно, а важно, что это покрывало не дает нам возможность видеть Бога достаточно ясным образом. Ну, вероятно, все-таки именно это место цитирует апостол Павел, когда говорит о покрывале, лежащем на Ветхом Завете. Вот это покрывало, которое не дает возможность видеть жизнь, видеть мир, видеть себя, Бога, да, сводящее все к каким-то мутным очертаниям. Вот его Бог уничтожает. И, наверное, тоже это полезно было бы нам помнить, чтобы не думать, что вот прямо сейчас мы тут все ясным образом можем увидеть, сформулировать, понять. Нет. Покрывало только Бог, воцаряясь, уничтожает. Ну, как, собственно, апостолы пишут потом, что это покрывало снимается Христом. А дальше совершенно потрясающая тоже вещь. Он говорит, поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Поглощена будет смерть навеки. Не будет этого больше. Вот чем она? Как поглощена? Что вообще это такое? Здесь еще даже, мне кажется, намека близкого не наблюдается на воскресение мертвых в конечном итоге, понимаете. Но вот пророк говорит, не будет смерти. Вот она будет поглощена. И тоже потрясающее фундаментальное откровение о Боге, которое надо знать гораздо больше, чем любые другие рассказы о его, так сказать, устройстве и природе. Бог отрет всякую слезу. Отрет Господь Бог слезы со всех лиц. Потом еще об этом через несколько столетий будет говорить и Езекииль тоже. Бог отрет слезы со всех лиц. Но ведь это потрясающе. На самом деле, если вот тебе это сказали, ты это запомнил, то дальше жизнь наполняется потому, что в ней, в этих словах есть источник радости, есть источник надежды. Бог отрет слезы. Бог не хочет, чтобы мы страдали и плакали. Ему это не по нраву. Он запланировал это изменить. Отрет Бог слезы. Ну и, конечно, очень трудное, неприятное для христианских толкователей слово – это, что Бог отрет слезы со всех лиц. Ну, мы, как иудеи, тоже, ну и многие другие, склонны в этом месте ожидать, услышать, и Бог отрет слезы с тех, кто хорошо себя вел, слушался папу и маму, тех, кто был отличник боевой политической подготовки, тем Бог отрет слезы. А кто чего-то не доделал, не дотянул и так далее, тому подобное нет. А вот ничего подобного. Пророк говорит, Бог отрет слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ну, в общем, мы понимаем, конечно же, почему отцы церкви упорно боролись против идеи всеобщего оправдания об катастрофе и в конце концов добились ее отвержения и осуждения. Ну, да, все правильно, таково мнение святоотеческой традиции. Но, тем не менее, иной раз вот читаешь, читаешь Слово Божие, бац, и натыкаешься вот на такие слова. Боюсь, что об этом тоже надо помнить, потому что это делает сразу нашу картину мира, наше представление о Боге не плоским и не упрощенным. Вот так пророк Исаия говорит, Бог отрет слезы со всех лиц и скажет в тот день, вот он, Бог наш, на него мы уповали и он спас нас. Знаете, что это за картина? Это картина суда. Суд, вот он такой, оправдываются на этом суде Божьем, последний, вот страшный суд, последний, именно его и описывает здесь Исаия, оправдываются те, кто говорит, вот он, Бог наш, мы уповали на него и были правы. Оправдание, помните, Павел, он же сплошь рядом, у него чуть не на каждой странице в некоторых письмах вот этого слова оправдание, 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 вот что это такое. Мы уповали на Бога и оказались правы. Выяснилось, когда Бог победил, выяснилось, когда Бог отер слезу со всех лиц, когда он устроил трапезу для всех народов, мы говорим, вот он, Бог наш. И мы были правы, что мы ему доверились, а не побежали вслед за комсомол, с этими какими-то там валами, не побежали вслед за серебром или какими-нибудь еще посюсторонними мелочами. Мы надеялись на Бога и оказались правы. Вот оправдание именно так происходит. На него мы уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасение его. Сей есть Господь. На него мы уповали, возрадуемся во спасение его. Тоже, наверное, слова, которые нам бы надо было наизусть учить и помнить, потому что а как жить, если ты этого не помнишь? Ибо рука Господа завершает этот пассаж пророка Исаия будет на горе сей и Моав, видимо, это было сказано в тот момент, когда в очередной раз мовитяне пытались угнетать и грабить народ Божий, Моав будет попран на месте своем и низвергнут и повергнут на землю в прах. Вот рука Господа почиет на горе сей. И это и будет, собственно, главной защитой и победой Бога и оправданием тех людей, которые в эту победу верили. и победой. Спасибо. Продолжение следует...